Мы с вами уже посмотрели, на какой стадии находится строительство центральной фан-зоне на Майдане Независимости, а теперь я вам предлагаю посетить другую фан-зону, которая расположилась на Софиевской площади, и сегодня 30 апреля официальное её открытие. За моей спиной находится оперный театр, который также является частью Евровидения. Оперный театр будет подсвечен, и на стенах театра будет изображение различных чулетов, рисунков или какие-то истории. Во время церковного праздника Пасхи на Софиевской площади были размещены макеты яиц. Сегодня на этом же месте яйца остались, и одно из таких с символикой Евровидения 2017. Это центральная сцена на Софиевской площади. Здесь не будет вестись прямая трансляция, и не будут выступать участники. Здесь будут концерты, приуроченные украинской культурой, и много всего интересного, связанного с украинскими традициями. Уже сегодня здесь начнутся первые концерты. В основном здесь будут выступать украинские знаменитости. На этой стороне находятся различные выставки, но здесь не будут продаваться сувениры. Здесь вы можете перекусить и провести веселое время, но не более того. Возле Богдана Хмелисского располагаются странные участницы Евровидения 2017. Их, напомню, 42 штуки. На этом всё. Сегодня мы с вами побывали на открытии фан-зоны на Софиевской площади. Не могу сказать, что меня так впечатлило. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Будем ждать окончательный вариант центральной фан-зоны на Майдане независимости. Напомню, там открытие состоится 4 мая. Большое спасибо за просмотр. Увидимся завтра, и пока-пока.